О заключенных принято говорить, что они сидят, однако на зоне люди все-таки живут. И если об их работе пишут много, то о том, что они еще и учатся, известно далеко не всем. Получить полное образование в исправительной колонии обязан каждый человек до 30 лет. Бахтийору скоро 33, он родом из Узбекистана. Судя по отметкам в тетради, учится неплохо. Жалеет только об одном, что пропустил первую линейку сына в этом году. Но уже скоро, в конце сентября, они будут заниматься вместе. Папа выходит на свободу и едет домой. Образование всегда надо. Мы раньше как подростки были, ничего не понимали. Но без образования человек не человек. Образование на первое место я теперь буду вставлять. Дальше учебу постараюсь продолжать. У меня есть такие намерения. Выше образование получить хотите? Ну, постараемся. В этой школе 125 учащихся. Также звенит звонок, есть домашние задания, каникулы, ответы у доски и отметки. О том, что это колония, напоминают только спецодежда и возраст учеников. И учатся они не по четвертям, а полугодиями. Сейчас урок алгебры. А любимый предмет есть у вас в школе? Литература. Что сейчас читаете? Может быть, вам же разрешают читать? А, ну, Ахмад вычитал. Закончил. Репию. Сергей, назовем его так, в этом году пошел в 10 класс. Правда, за этими партами тоже осталось сидеть недолго. Через полгода он поедет к тетке на пироги. По ту сторону периметра ждут друзья. Когда-то он и не думал, что придется вспоминать основы алгебры в таких условиях. А ведь базовые знания действительно неплохие. Вспомнить все, чтобы проще было осваивать новые темы. Хорошо вспоминается? Ну да, так более-менее. С каким они большим интересом, те, кто вот на воле как бы пропустили, не занимались, и они так себя потом ругают. С названием школы исключены все напоминания о колонии. Это сделано для того, чтобы наши ученики в дальнейшем не имели никаких проблем. Значит, они заканчивают обыкновенную среднюю школу. Недостатка в учебниках, констоварах и методичках нет. Даже к ЕГЭ подготовиться, если надо. Вот в частности, в прошлом году учащиеся 12 класса сдавали очень сложный экзамен по русскому языку. То есть этот экзамен я бы приравнял по сложности к ЕГЭ. Преподавательский состав исключительно мужской. Абсолютно все педагоги по много лет проработали на гражданке. И не очень понимают, о каких особенностях мы все время спрашиваем. Про опасность я слышу от вас впервые. У нас такого нету и не предвидится во всяком случае. А о том, что есть, кто обучается в этой школе и как они готовятся к свободе, смотрите специальный репортаж в этот четверг в программе «Вызов принят». Продолжение следует...